Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Академическое письмо». На прошлой лекции мы говорили о конспектировании, принципах конспектирования, типах и так далее. Сегодня мы поговорим о реферировании. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – реферирование как принцип работы с чужими источниками и типы рефераторов. План лекции таков. Во-первых, мы должны рассмотреть реферирование как принцип работы с источниками и чужими научными текстами. И второй вопрос – это типы рефератов. Литературу и контрольные вопросы я дам в конце. Итак, что такое реферат? Это особый жанр научной литературы. Само слово «реферат» происходит от латинска «referi» – «докладывать», «сообщать». Самое распространенное объяснение этого термина – «реферат» – это краткое изложение содержания документа или его части, включающее основные сведения, фактически сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документами и определения целесообразности обращения к нему. Важнейшая задача реферата – в сжатом виде передать содержание, основные идеи, положения и выводы первоисточника. Реферирование не исчерпывается формальным сокращением первоисточника и механическим переписыванием его отдельных положений. Необходим логический анализ текста, тщательный отбор материала, то есть выделение главной, менее значимой и второсепенной информации, сильных и слабых элементов в лексическом и синтактическом планах. Реферирование предполагает все способы свертывания информации первоисточника – резюмирование, аннотирование, а также составление реферата сокращенного текста научной работы, излагающей его основную проблематику. Назначение реферата – по возможности заменить текст источника. Объем реферата зависит от конкретных целей и задач и составляет примерно до 30% объема реферируемой работы. Реферат как жанр научной литературы, помимо общей закономерности функционального стиля научно-технической литературы, имеет частные особенности, присущие данному жанру, в отличие от других жанров этого стиля, что обусловлено функцией реферата его информационным назначением. Итак, основные требования, предъявляемые к реферату. Во-первых, информативность и полнота изложения. Затем, объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного текста. И, наконец, корректность в оценке материала. Различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание перевычного текста. Продуктивные же рефераты предполагают критическое или творческое осмысление литературы. Теперь перейдем к видам рефератов. Их, в общем-то, несколько, что многие, наверное, и не предполагают. Думаю, что рефераты это просто переписывание текста, сжатое. На самом деле, есть следующие виды рефератов. Мы уже говорили, что есть репродуктивные. Это такие, как реферат-конспект, реферат-режиме. Есть продуктивные виды рефератов. Это реферат-обзор и реферат-доклад. Реферат-конспект содержит в обращенном виде фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и возможностях их применения. Реферат-режиме или индикативный реферат приводит только сны и положения, тесно связанные с темой текста. Но в отличие от аннотации, в реферате-режиме проблематика статьи или какого-либо другого научного текста излагается более развернута. Реферат-режиме может констатировать все для понимания проблематики текста. То, что подробно излагается, показывается, описывается, обсуждается, рассматривается. И то, что лишь затрагивается, о чем лишь упомянуто, на что обращается внимание, что предполагается или уточняется. Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточнике, и объективную оценку состояния той или иной научной проблемы. В структуре реферата выделяются три основных компонента. Библиографическое описание, собственный реферативный текст и справочный аппарат. Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, повторюсь, не механическое переписывание, как многие полагают, а творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. Реферирование, повторюсь, это сложный творческий процесс. В его основе лежит умение выделять главную информацию из текста первоисточника. То есть, видите, есть, безусловно, такой аналитический момент, да, так сказать, и творческий. Умение выделять главные – это одно из главных учебных умений, собственно говоря, как школьника, так и студента. Реферирование, аннотирование и рецензирование научных текстов часто встречаются в ходе занятия наукой. К ним приходится обращаться при знакомстве с отзывами и рецензиями на свои работы, а также при составлении авторефератов, аннотаций собственных работ, например, тезисов докладов за статьи, диссертаций, а также рецензии на работы коллег. Следовательно, чтобы эти тексты были полноценными и соответствовали ключевым требованиям, необходимо четко определить, что представляет собой каждый из них. Реферат, аннотация и рецензия являются вторичными текстами, написанными на основе какого-либо текста оригинала. Это три разновидности жанра научной речи осуществляют разные варианты компрессии научного текста. И переходим ко второму вопросу. По цели или назначению реферата можно разделить на библиографические, для научно-популярных журналов и учебные. То есть мы сейчас рассматриваем типы рефератов. Итак, мы делим все рефераты на три типа. Библиографические, для научно-популярных журналов и учебные. Библиографические рефераты по полноте изложения содержания подразделяются на информативные и индикативные. То есть типы рефератов делятся еще на подтипы. На два подтипа в данном случае информативные и индикативные. Информативные рефераты-конспекты содержат в обобщенном виде все основные положения первичного документа, ирюстрирующие их материал, важнейшую аргументацию, сведения о методике исследования, использованном оборудовании, а также в сфере применения. Индикативные, их же еще можно назвать указательные или рефераты-резюме, содержат не все, а лишь те основные положения, которые тесно связаны с темой реферируемого документа. Все второстепенное для темы опускается, да, не затрагивается, не рассматривается. Текст реферата состоит по существу из набора ключевых слов и словосочетаний, поэтому в основном может быть использован читателем только для того, чтобы понять, нужно ли ему обращаться к первоисточнику. Рефераты подразделяют также на монографические, составленные по одному произведению, и обзорные, составленные по нескольким изданиям на одну тему. По назначению рефераты подразделяют на общие, излагающиеся содержание документа в целом и рассчитанные на широкий круг читателей, и специализированные, в которых изложение содержания ориентировано на специалистов определенной области знаний. Надо сказать, что при написании курсовых и дипломных работ или дипломных проектов особенно важны для студентов информативные рефераты. Их можно прочесть чаще всего в специальных реферативных журналах. В последнее время их издается все больше и больше, потому что объем информации огромный, и чтобы не подпадать под лавину, рушившуюся лавину информации огромную, нужно уметь выбирать то, что нужно вам для исследования. И для этого есть реферативные журналы, где как раз-таки вкратце излагается содержание того или иного оригинального текста. Соответственно, можно, изучив реферативный формал, выбрать необходимое для исследования, и затем уже приступить к его более детальному изучению. Еще один важный момент связан с структурой реферата и определенной стилистикой, которая присуща реферату как одному из разновидностей научного текста. Итак, давайте об этом поговорим поподробнее. Итак, структура реферата состоит, как правило, из титульного листа. Это знают все студенты, он оформляется особым образом в каждом высшем учебном заведении. Вот в нашем университете есть свой образец титульного листа, который стандартен, там меняется только название темы, и курс, на котором учится тот или иной студент, и также фамилия того преподавателя, который будет просерять этот реферат. За титульным листом идет содержание. Соответственно, это название пунктов реферата, страницы, с которых там начинается каждый из его разделов. Ну и очень важным моментом реферата является введение. Здесь формируется цель этого исследования реферативного. Здесь указывается на задачи, которые последовательно нужно решать для достижения этой цели. Обосновывается актуальность или новизна темы. И, естественно, есть такой краткий, хотя бы библиографический очерк основных источников и литературы, которая использовалась студентам при подготовке этого реферата. За введением, а также еще, да, в введении можно указать структуру, да, что реферат состоит из стольких-то разделов, там, и так далее, и так далее. В основной части говорится о, так сказать, тут, собственно говоря, помещается самая главная часть, основной текст реферата, который занимает, ну, порядка, там, 75-80% текста. Вот. А о том, как вечностная часть введения заключения той или иной крупной научной работы, включая дипломный проект, мы поговорим отдельно на одной из последующих лекций. А пока же просто вкратце будем констатировать, что за основной частью идет заключение, в котором подводятся итоги, так сказать, обобщаются, выводы какие-то, так сказать, и предлагаются, так сказать, дальнейшие шаги, так сказать, по разрешению этой проблемы. Вот. Ну, и приводится, естественно, список литературы, который тоже оформляется особым образом, о чем тоже будет рассказано дополнительно. Следующим пунктом к реферату идут приложения, в которые можно включать схемы, таблицы, графики, фотографии, рисунки, документы и так далее. То есть все то, что не вошло в основной текст, и что можно поместить в виде приложений, но, конечно же, на эти приложения нужно ссылаться в основном к тексте. Вот. Ну, и объем реферата, он тоже устанавливается каждым, так сказать, вузом отдельно, даже, может быть, каждой специальностью. Есть различия для гуманитариев, есть различия для технических специальностей. Это, кстати, в каждом вузе решается по-своему. Вот. Ну, и, наконец, значит, оформление научной работы, так сказать, мы тоже будем рассматривать отдельно. Вот. И несколько слов о стилистике реферата. Как правило, проектно-исследовательская работа имеет свой научный стиль изложения, который имеет свои особенности. строгую логичность, точность, объективность, ясность и краткость, безусловно. Это очень-очень важные моменты. И вместо местомения «я» и глагола в первом лице единственного числа чаще употребляются такие неопределенные формы. Известно что, допустим, считается что, так сказать. Да? Или выражение типа «давайте рассмотрим, допустим, да, что это такой-то вопрос, какую-то проблему» и так далее, и так далее. Вот. Ну и, естественно, в любом реферате нужно правильно оформлять цитаты. Это особое умение, так сказать, о котором уже говорилось, еще будет говориться, безусловно, от правильного цитирования зависит то, чтобы ваша работа не была плагиатом, да, чтобы она имела все-таки какое-то оригинальное, так сказать, происхождение. Ну и теперь о литературе, значит, по данной теме. Главная книга Короткиной. Модель обучения академическому письму, зарубежный опыт и отечественная практика. Это монография, изданная в Москве издательством «Юрайт» в 2019 году. Также учебное пособие Мунбаевой, «Основа научно-педагогических исследований», курс лекций для бакалавриата, Алматы 2013 год. Есть электронный учебник под названием «Основа научных исследований». Там несколько авторов и издан этот, так сказать, этот учебник в Караганде в 2017 году. Уже упоминавшееся академическое письмо для историков БУД Евгении Юрьевны. И Безугов-Лебединский «Основа научного исследования. Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников». Теперь быстренько контрольные вопросы к этой лекции. Первый из них. В чем особенность реферирования как принципа работы с источниками? Каковы основные принципы работы с чужими научными текстами? В чем заключается главная опасность при работе с чужими текстами? Какие типы рефератов вам известны? И, наконец, чем реферат отличается от доклада? О докладах мы будем говорить на следующей лекции. Благодарю за внимание.